Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Артём Тарасов. Смотрите выпуски. Благодатный огонь из Иерусалима привёз академик. Праздник Пасхи в Вознесенском соборе Новочеркасска. Смотрю, наши свечи не обжигают. Значит, есть какое-то таинство. Царь Пасха в храме Христа Спасителя. Москвичи получили донской подарок к великому празднику. Благословляется и освящается Пасхи. Окропления воды все священные. Недорожник поглотила дорога. Машина целиком провалилась в канализационный коллектор на Ростовской улице. Ну, я так понимаю, у машины не было шансов. Восполнить запасы рыбы до советского уровня и превысить их. Сказочные задачи ставит научно-промысловый совет. Пресноводная рыба надо получить. Каждый человек должен получить 25 килограмм в год. Перед решающей встречей запас плюс два. Гонбалистки Ростов-Дона выиграли гостевой матч четвертьфинала Лиги чемпионов. В обороне неплохо, в атаке никак. Футбольный Ростов проиграл лидеру чемпионата страны Локомотиву. Легкая заминка с продажей первых билетов на Ростов-Арену. Для всех кассы заработали только к обеду. Завтра будет, не будет. Завтра опять надо с области вставать с утра, ехать сюда, откладывать опять работу. Благодатный огонь сходит в Иерусалиме, а потом распространяется по всему христианскому миру. Привезли его и в Новочеркасский Вознесенский собор. Пасхальную Великую Вечерню здесь совершил глава Донской митрополии. Благодатный Иерусалимский огонь Новочеркасск привез Академик РАН президента Ростовского университета пути сообщения Владимир Колесников. В Иерусалиме академик был несколько раз. И когда наблюдал за схождением огня впервые, к умыванию этим пламенем отнесся скептически. Как настоящий физик решил чудо проверить. А я пробую на руке грешник, смотрю не горячее, тогда тоже омываюсь. Другой раз взял с собой наши свечи, думаю, может быть там какие-то добавки, где горение при менее 100 градусах. Смотрю и наши свечи не обжигают. Значит есть какое-то таинство. Пришла получить благодатный огонь. Это мой любимый праздник. Отстоял православную службу и католик Бруно Сабадини. Жена у итальянца православная россиянка. Говорит, католическая Пасха проходит скромнее и тише. Говорит, что такой обычай у них нет, но они это делают накануне, в субботу, не в воскресенье. Очень нравится слушать хор наш. Христиане верят, что даже если свеча с богодатным огнем затухнет, ее можно просто зажечь и пламя сохранит свою святость. Олеся Слынько, Сергей Вишняков, Дон-24, Новочеркасск. Рекордная царь Пасха в тонну весом стала подарком москвичам к великому празднику. Приготовили творожный шедевр в Ростове и отправили в храм Христа Спасителя. Побывала в Москве и наша съемочная группа. Давай, давай, давай. Отлично, опускай. Все отлажено и продумано. Золотую обертку с цветами обрывают, осторожно снимают короб и украшают Пасху цветной посыпкой и буквами. На ветру это непростое дело. 15 человек везли и устанавливали царь Пасху. Все расписано, у каждого свои обязанности, каждый уже четко знает, что он будет делать, потому что надо будет все это быстро. Где-то примерно получится 20 тысяч порций, а для этого, конечно, нужно время и слаженность коллектива. Выпустив голубей, символ Благовещения, совпавшего в этом году со Страстной Субботой, патриарх освящает Куличи и Пасху. Благословляется и освящается Пасха синим. Окраплением воды все священные. Во имя Отца и Сына и Святаго Куха. Аминь. Освященная Пасха ночует в монастыре, а воскресенье снова предстает перед публикой. Многие пытаются разгадать секреты творожного чуда. Как он держится, интересно, конструкция вся. Пасха очень вкусная. Если все там, все доклады есть, это очень вкусно. Но она очень большая. И еще говорят, что она весит тонну, но на тонну это совсем не похоже. Весы устраняют все сомнения. 1251 килограмм с поддоном, а без него чистый вес Пасхи 1240 килограммов. Представитель книги рекордов Гиннеса фиксирует мировой рекорд. Хотя англичане православных традиций не признают. И Пасху засчитают просто, как творожное изделие. Это большая пасха творога. Вот в этой категории рекорд в настоящий момент 200 килограммов. Как вы видите, почти в 6 раз он будет победой. Царь Пасха от Белого Медведя, как мероприятие, является инструментом, формирующим и продвигающим имидж Ростовской области по всей стране. Верхушка Пасхи срезается струной. Небольшой пласт весит больше 30 килограммов. Вручается патриарху, который снова выходит к народу с пасхальным поздравлением. А 20 тысяч маленьких кусочков, которые нарезали в течение трех часов, быстро расходятся по рукам. Каждый уходит домой с донским подарком. Спасибо устроителям и спасибо Всевышнему, что такой праздник у нас. С нашей Пасхой пытаются конкурировать, но пока ни у кого это не получилось. Видно, сказывается опыт нашей компании-производителя. Они ведь изготовили не одну уже такую Пасху-гигант. И хотя англичане не очень-то понимают наши православные традиции, им придется признать этот рекорд. Но самое главное, что вкус и достоинство донской царь Пасхи признал народ. Татьяна Бочарова, Андрей Токарев, Дон-24, Москва. Внедорожник целиком ушел под землю в пролетарском районе Ростова. Яма образовалась такая, что машина в ней поместилась вся и даже боком. Оказалось, под асфальтом пролегает канализационный коллектор. И свод его окончательно проржавел. Ирина Ковалева копила на новенький внедорожник несколько лет. Ему нет еще и года. В этот день, как обычно, припарковалась у дома. А уже через несколько минут сработала сигнализация. Посмотрели в окно, увидели, что машина лежит в яме. Но я так понимаю, у машины не было шансов. Машина упала на бок. И через выбитые стекла внутрь затекли канализационные стоки. Но это мелочи по сравнению с механическими повреждениями. Разбиты, двери не открываются. Вот крыша, стойки тут, по-моему, повело. Но фары вообще нет. Видите, что-то. Может, она ее и спасла от разбивания. Капот менять, крылья менять. Вот видите, дверь вообще не открывается. Коллектор обрушился прямо напротив многоквартирного дома. По словам местных жителей, в нескольких десятках метров выше этого места, четыре года назад провалился под асфальт еще один автомобиль. Немножко выше. Это вот та яма, о которой я говорю. Очевидно же, что там внутри тоже образуется пустота. И просто действительно неизвестно, что там внизу. Судя по той яме, которая возле нашего дома, честно говоря, это опасно, очень страшно. Автомобилисты теперь едут с опаской. Все-таки нагрузка на асфальт выше пешеходной. Все страшно. Вот еду, увидел дырку, еду и боюсь теперь дальше. Буду аккуратнее. Надо дороги делать. Вытащили автомобиль сотрудники Ростовского водоканала. И тут же приступили к ремонтным работам. Произошел обвал коллектора канализационного диаметром 600. Обвал произошел в результате воздействия коррозии на свод коллектора. Ну и в результате чего свод коллектора обрушился. В итоге мы видим, что трубы как будто бы нет. На сегодняшний день участок дороги восстановили. Ликвидировали яму, поглотившую автомобиль и привели в порядок участок с начинающимся провалом. Олеся Сынькот, Агир Фатахов, Дон-24, Ростов-на-Дону. Восполнить запасы рыбы в донских водоемах и даже превысить советский уровень. Сделать это реально, если объединить усилия науки, рыбоводов и госструктур. Задачу озвучили в Азовском дни рыбного хозяйства на научно-промысловом совете. Научно-промысловый совет – это прежде всего разговор об изменениях правил рыболовства. Представители федерального агентства, ученые, чиновники и рыбаки Ростовской области, Краснодарского края, Крыма собираются дважды в год. Прежде чем изменения вступят в силу, обсуждают их необходимость. «Достаточно много возникает вопросов, связанных с ограничением вылова, с периодами вылова, а также с условиями вылова в части тех способов, которые предусмотрены правилами рыболовства, то есть орудий лова». Правила меняют на основании научных данных. Круглый год ведутся исследования популяции рыб в состоянии аквакультуры. Реакцией на полученные данные должно стать не только сохранение численности рыб, но и развитие рыбной отрасли. Дон и Кубань поставляют на прилавки страны почти 40% товарной рыбы. И 22 тысячи тонн донских рыбоводов – далеко не предел. В планах прибавлять до 10 тысяч тонн прудовой рыбы в год. «Для этого мы хотим объединить наши научно-исследовательские институты, Академию наук, Южный федеральный университет, естественно, органы исполнительной врачи, муниципальные, все федеральные службы. Работа предстоит большая». Объединение усилий и идей поможет развитию аквакультуры, что в итоге улучшит питание россиян. Вот только один пример. Благодаря тесному взаимодействию с наукой, в Семикаракорском районе объемы производства карпа подняли на 30%. Сейчас там работают над восстановлением племенного рыбоводства. «Пресноводные рыбы надо получить, каждый человек должен получить 25 килограмм в год. Мы по России не достигли. А вот Ростовская область может похвалиться, она достигла этого». Важный предмет работы ученых сегодня – создание новых технологий выращивания судака, кефали, раков в искусственных условиях. Это поможет прежде всего сохранению популяции в природе. Ведь естественные водоемы и их обитатели сейчас в критической ситуации и требуют особого внимания. «Идет засолонение, мы ищем возможности, чтобы это убрать. Мы смотрим сегодня, какие у нас популяции сегодня в большом количестве, как и нет, какая у нас кормовая база. У нас ведь идет донное отложение». Для решения этих вопросов по итогам научно-промыслового совета будут детально проработаны изменения правил рыболовства. Валентина Малащицкая, Дон-24, Ростов-на-Дону. Создавать сельскохозяйственные кооперативы и выращивать в них фрукты и овощи призывает дончан областное правительство. Такая система обещает производителям гарантированные рынки сбыта и материальную поддержку. О настраивании системы кооперации говорили на совещании под руководством первого замгубернатора. Возможности мелиорации в Ростовской области используют лишь на 20 тысячах гектаров земли, хотя орошать возможно больше 70 тысяч. Чтобы земля не простаивала и приносила пользу, яблоками, сливами и деньгами от их реализации жителям области предлагают открывать кооперативы. Наша задача, чтобы такие кооперативы были созданы в каждом муниципальном образовании, так как это важно. То есть люди должны знать, что выращенная продукция у них будет закуплена, переработана и продана дальше. Те, кто растит, хранит и перерабатывает фрукты или овощи, должны объединиться для взаимной выгоды. Успешным опытом делится филиал компании «Фритолей Мануфактуринг» в Азове. Он работает вместе с производителями картофеля, предоставляет им семена, ведет научную работу по подбору сортов и технологии хранения. Всего на территории Ростовской области поставщиками картофеля для производства чипсов, а наш основной бренд – это «Лейс», является 8 поставщиков. С общим объемом законтрактованного картофеля в этом году порядка 40 тысяч тонн. Планы по увеличению объемов производства именно в Ростовской области на ближайшие два года будут, я думаю, увеличены в полтора раза. Крупные компании, как правило, сами овощи и фрукты не выращивают, привлекают малый и средний бизнес. Крестьянско-фермерские личные подсобные хозяйства, готовые создать кооперативы, получат от области существенную материальную поддержку. Для каждого кооператива заложено по 70 миллионов рублей. Один кооператив получает 70 миллионов рублей. Естественно, они не должны приходить просто с идеей. Это должен быть грамотно выстроенный бизнес-план, показывающий все взаимоотношения. Для этого сейчас в корпорации развития создается центр компетенции, который уже с конца апреля, начало мая начнет работать. В центре компетенции можно будет получить консультации по созданию кооператива. Экономисты помогут грамотно составить бизнес-план для получения финансовой поддержки. Анна Туполева, Фатима Зурабова, Анатолий Рашевский, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Смотрите во второй части выпуска. Перед решающей встречей запас плюс два. Гонболистки Ростов-ДОНа выиграли гостевой матч четвертьфинала Лиги чемпионов. В обороне неплохо, в атаке никак. Футбольный Ростов проиграл лидеру чемпионата страны Локомотиву. Легкая заминка с продажей первых билетов на Ростов-Арену. Для всех кассы заработали только к обеду. Завтра будет, не будет. Завтра опять надо с области вставать с утра, ехать сюда, откладывать опять работу. Ростовчанка Яна Габазова получила ТЭФИС за лучшую репортерскую работу. Еще трое участников от Донской столицы забрали все награды в спецноминации стендап. Пока это итоги только студенческого ТЭФИ. Но победители уже взяли разгон и заявляют, что продолжат штурмовать телевизионные вершины. Лучшие студенческие работы жюри выбирало из 400 заявок по 9 номинациям. За продюсерские, режиссерские и операторские достижения. Анимационные и документальные фильмы. За победными статуэтками номинанты со всей России ежегодно приезжают в Ростов. Интересно, что члены жюри не стеснялись забирать победителей на работу прямо со сцены, прежде чем это сделают конкуренты. Как, к примеру, победителя в номинации «Лучшая операторская работа». Я уже поговорил с ректором. Я его, наверное, все-таки оторву к себе. Потому что он классный. Он настоящий профессионал. Я говорю об Анатолии Доросимове. Аплодисменты! Среди победителей в лидерах «Москвичи» четыре статуэтки забрали студенты Института кино и телевидения. Остальные призы уехали в Питер, Хабаровск, Белгород. И один, напомню, остался в Ростове. Для выхода в финал четырех Лиги чемпионов Ростов-Дону можно даже проиграть в домашнем матче. Но не больше, чем в один мяч. Такой расклад сложился после первой из двух встреч четвертьфинала. Хотя по ходу игры в Венгрии с местным Ференцварышем, казалось, задел будет еще крепче. В первой же атаке Анна Паула Родригес вывела из строя основного вратаря соперниц. Мелинда Сикора, пытаясь среагировать на неберущийся бросок, потянула ногу и больше на площадке не появилась. Дублер сыграла в целом надежно, но непробиваемость Сидойкина и Песоа в итоге оказалась на 9% выше. А в атаке не промахивается Анна Вяхерева и после ее броска на 12-й минуте Ростов-Дон впервые отрывается больше, чем на гол. 8-6. На 21-й минуте Юлия Моногарова доводит преимущество нашей команды до трех голов. И все же до перерыва хозяйки смогли свести его к минимуму. Бросок Родригес сквозь вратаря оставляет нам плюс один – 16-15. А после отдыха снова рывок ростовчанок. Голы Макеевой и Моногаровой дают разгон и впервые отрыв добирается до пяти мячей. Разница в счете на этой стадии, напомню, очень важна. Результат складывается по итогам двух встреч. Хорошо, что все сложилось так, потому что, наверное, нужна была какая-то встряска. Начали не очень хорошо. Я извиняюсь за эти два не забитых. Буду работать над этим. Хорошо, что во втором тайме начали, а защищались и убежали. Поэтому, я думаю, это и было по способству нашей победе. Венгерки подбираются, но Вяхерева продолжает забивать невероятные мячи на пролом. А Моногарова поднимает адреналин воздушной легкостью быстрой атаки после очередного сейва Седойкиной. Ну, нет, потому что вроде ведем, потом что-то опять мяч из рук валится, а они вроде начинают опять как-то доставать. И, ну, как бы верилось, что мы выиграем, но было немножко опасение, да. За четыре с половиной минуты до конца матча Булатович делает счет 31-26. И только тут у нашей команды случился небольшой сбой. И последний отрезок девушки уступили 0-3. Однако, гостевая победа 31-29 дает крепкие шансы на выход в финал четырех. Дома нас устраивают даже ничья и минимальное поражение. Но ждем, конечно, уверенной победы. Решающий матч начнется в субботу в 16.00. Марина Черных, Дон-24, Венгрия. Перед матчем с Локомотивом Валерия Карпина спросили, как сыграет ваша команда от обороны или в атаку? На что главный тренер ответил, в атаку мы никогда не играли. Но встреча с лидером превзошла все самые оборонительные варианты. Ростов изначально только отбивался и не создал ни одного даже приблизительного голевого момента. Весь первый тайм ростовчане провели на своей половине поля. Команда упорно стояла на 0-0, просто отбиваясь и даже не пытаясь атаковать. Правда, и Локомотив вот такая игра соперника шансов не давала. Хотя один голевой момент у хозяев до перерыва был. После углового мощный удар приняла штанга. Тут же Абаев отбил удар в упор. Вот, собственно, и все события 45 минут. У нас в разделе удары по воротам 0. И форвард Дидюн, заменивший в основе травмированного Сигур Дарсона, видел мяч только издалека. Контроль мяча и получается пока в первом тайме. Не можем связать пару передач, поэтому сбиваемся на длинные передачи и много борьбы. Хоть надо успокоиться, поймать свою игру. То есть, ну, чуть-чуть поконтролировать мяч и найти продолжение атаки более рационально и разумно. Свою игру после перерыва поймали не мы. Уже на второй минуте локомотив забил и опять источником опасности стал угловой. Только в этот раз москвичи его разыграли. И удар головой получился мягче, но точнее. Дальше о матче можно и не рассказывать. Ноль в графе удары. Ростов все-таки сменил на тройку, но действительно ударом стал лишь выстрел вышедшего места Дидюна Шмуродова. Случилось это уже за пять минут до финального свистка. И эффектный прыжок голкипера, надо признать, ворота не спасал. Мяч летел мимо. А локомотив тоже ничего больше не создал. Просто удержал незрачную победу 1-0 и сделал полноценный трехочковый шаг к чемпионству. В игре в обороне довольны. В игре в атаке. В принципе, как я говорил, проблемы в игре в атаке у нас есть. Они никуда не ушли. Поэтому выход из обороны, мягко говоря, не получался. Первая победа Валерия Карпина откладывается на дебют Ростов-Арена. Уж там-то, да еще и с занимающим последнее место Sky из Хабаровска, команда обязана устроить праздник. На первый тестовый матч на новый стадион смогут попасть только 13 тысяч человек. Так что смотрите прямую трансляцию на нашем телеканале 15 апреля в 19.00. Роман Саганов, Александр Шкурко, Дон-24, Москва. С тяжелого разочарования начался понедельник для болельщиков футбольного Ростова. За полчаса до старта продаж билетов на Ростов-Арену собравшимся указ старого стадиона «Алим-2» объявили. Сегодня отоваривать будут только владельцев абонементов. При том, что изначально анонсировалась общая продажа. А на сайте только за 20 минут вывесили информацию, что билеты были. В списках желающих уже на 11 утра почти 700 человек. Многие приехали издалека и занимали очередь с ночи. «Приехал специально с области. На сайте было написано, сообщено, что в 10 утра открытие и продажа билетов. Приехали специально, хотели с семьей сходить на футбол. А получается так, что билетов нет. Приезжайте завтра, завтра будет, не будет. Завтра опять надо с области вставать с утра, ехать сюда, откладывать опять работу». «Я приехал там в 8 утра, чуть позже. Я уже был в 333. Есть очередь, есть запись. А сейчас сколько уже? Уже 689, по-моему. Это что такое? Понедельник, рабочий день. Люди попросали дела свои, работу. Многие приехали из области, свои дела отложили. Что за отношение к болельщикам? Наплевательское». Болельщики боятся, что так вообще не попадут на первый матч на новом стадионе. Ведь игра Ростовска-Хабаровск тестовая, и на трибуны пустят только 13 тысяч человек. И тут преимущество у абонеменщиков. Годовой абонемент им, как и обещали, обменивают на билеты на все три оставшихся в сезоне домашних матча. «А это просто друзья отдали, они на работе. Мы сумели выбраться с работы. Всегда вместе ходим и попадем». «У нас задача… Нет, здесь двояко получается. Новый стадион само собой посмотреть, да, как бы это первый раз до открытия. А у нас первая задача – это поддержать команду сюда. «Конечно, естественно». «Только поддержка команды». «Четыре абонемента, два на внуках, на зяте и свой. Поменял быстро, без очереди. Мне загадка, каким образом туда добираться. Машиной туда не подъедешь. 13 тысяч шаттлами этими автобусами, как будут возить, это будет, наверное, сутки. Мы будем туда ехать сутки, обратно или пешком». В клубе задержку продаж объяснили техническими причинами, независящими от клуба. И к середине дня трудности разрешились. Появилось объявление о начале продаж билетов для всех. Единственное ограничение – не больше четырех в одни руки. Кассы работают до пяти вечера. Марина Черных, Виталий Ступаков, Дон-24, Ростов-на-Дону. На сегодня это вся информация. Еще больше новостей на сайте don24.ru. В студии был Артем Тарасов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова